привет всем любителям умных игр вообще и 7r civilization 6 в частности вы слышите алексея халецкого это значит что вы на канале лёша играет кстати поставьте лайк и подпишитесь если вы еще почему-то этого не сделали а еще также это значит что возможно вы же ужик давно меня просили рассказать про электричество не то который у вас в розетках которые шестой циве как работает электроэнергия в игре как ее обеспечить так она передается между городами в общем давайте завязывать со вступительным словом и так сначала как ее получить на электроэнергию можно потратить только три стратегических ресурса уголь нефть и уран соответственно для каждого ресурса свое здание угольная электростанция работает вы не поверите на угле мазутная электростанция на нефти и атомная электростанция на уране все эти здания строятся в промышленной зоне после того как вы в ней построили мастерскую и фабрику казалось бы надо строить здание исходя из того какие у вас ресурсы есть но к сожалению или к счастью все таки всегда выгоднее строить угольную электростанцию даже если у вас нету угля по той простой причине что она дает столько производства сколько у промышленной зоны бонус за соседство ну то есть мы поставили промышленную зону например соседством на 3 то и угольная электростанция будет давать 3 производства но на нее также действует и карточка увеличивающая в два раза это соседство соответственно в конце игры угольная электростанция может вполне давать и 8 и 10 производства в то время как мазутная просто сама по себе 3 а атомной электростанции 4 производства поэтому я рекомендую если у вас хорошо поставлены промышленные зоны у них высокий бонус за соседство ну виша 3 и далее то стройте лучшие угольные электростанции даже если у вас нет угля в противном же случае мазутная или атомная электростанция как же они вырабатывают и раздают электроэнергию а очень просто в каждой из этой электростанции необходимый им ресурс автоматически конвертируется в электроэнергию и раздается городам в радиусе 6 тайлов от этой промышленной зоны один уголь и одна нефть конвертируются в 4 энергии а один уран конвертируются в 16 энергий при этом угольная электростанция выделяет большое количество co2 мазутное среднее количество co2 а атомная электростанция маленькое количество co2 и казалось бы для электроэнергии атомная электростанция очень даже хороша но проблема в том что у нее есть вероятность взрыва ядерного реактора и выглядит это так как будто ваш город попадает ядерная бомба честно говоря но того не стоит для чего вообще нужна электроэнергия а для всех последних зданий в каждом районе например лаборатория в кампусе сама по себе дает три науки а когда электрифицирована 5 при этом специалисты в этих зданиях тоже дают больше выхлопа в случае с лаборатории на плюс 1 если здание электрифицировано даже стадионы и центры водных видов спорта в аквапарке и в развлекательном комплексе будут давать больше счастья если электрифицированы то есть благодаря электричеству вы можете за один ход поднять производство науки денег культуры и так далее проблема же здесь в том что вам просто может не хватить ресурсов на то чтобы все здания были электрифицированы например лаборатория требует 3 энергии предположим у вас 7 городов в каждой по лаборатории и у вас так расположены электростанции что лаборатории находятся в радиусе 6 клеток от них значит вам потребуется 21 энергия а это как минимум 5 угля вход и это только на лаборатории а там ведь могут быть еще и другие здания в радиусе и тут у нас возникает другая проблема мы никак не можем распределять энергию в игре все что попадает в радиус 6 клеток от электростанции будет электрифицирована и будет потреблять ресурсы но кроме электростанции есть и другие источники энергии во-первых гидроэлектростанция которая строится на дамбе она дает 6 энергии вход так что дамбы надо строить не только для того чтобы реки не разливались и не затопляли ваши города но и для энергии в будущем кроме того есть четыре улучшения местности доступна неправда в последних эрах игры но при отсутствии других источников электроэнергии очень сильно выручают геотермальная электростанция строится на геотермальном источнике и это все делается рабочими конечно же солнечная ферма строится на любой ровной местности но только не на снегу и дает две энергии вход ветра электростанция строится на холмах и дает две энергии вход и наконец береговая ветроэлектростанция строится на морских тайлах и тоже дает две энергии вход все эти четыре улучшения и газ работают только в том городе в котором они построены еще есть правительство синтетическая технократия которая просто дает три энергии во всех городах а также политика авиакосмические подрядчики которые дают три энергии вход городам с космопортом еще есть неплохой город государства кардифф промышленный город государства он дает плюс две энергии за каждое здание в гавани но первых он не часто появляется во вторых как вы понимаете он в основном для береговых цивилизаций но есть еще один ресурс энергии который почему-то очень многие не знают и не замечают проект логистика промышленной зоны он не только конвертирует производство в деньги но и полностью обеспечивает энергии город пока этот проект действует ну то есть пока он отстроится пока он создается в городе и мне кажется очень многие игроки об этом забывают и не используют его в конце игры можно выбрать каких-то там два три своих мощных города которые стоят без электричества хотя хотя не очень понимаю как может логистика промышленной зоны вырабатывать электричество знаете как будто там рабочие как хомячки в колесе бегают и ну или на велосипедах крутят педали как одной из серии черного зеркала было и вырабатывают электричество но тем не менее то есть если вам не откуда больше взять энергию то просто в этом городе запускайте логистику промышленной зоны и город будет полностью обеспечиваться энергией есть еще неплохое чудо биосфера который в три раза увеличивает выхлоп электроэнергии от всех улучшений на электричество там ветра электростанции электростанции и так далее но дело в том что обычно в конце игры все-таки вам не до чудес как же распределяется ли перераспределяется энергия то есть это каждый ход в начале каждого хода это все рассчитывается заново но если у вас ресурсов хватает то с этим все понятно просто в радиусе 6 клеток от электростанций энергия везде будет ну или если вы застроили город вот этими улучшениями на электричество тоже энергия будет если вам хочется подробностей то будет так вот возьмем какой-то один город предположим ему там требуется 8 энергии сначала он смотрит хватает ли ему энергии от возобновляемых источников то есть гидроэлектростанции вот построенных вот этих ветряков и прочего то что не хватает он уже берет из или правильно сказать от электростанций которые на него действуют по идее первым делом он должен взять энергию от той электростанции ресурса для работы которой больше всего то есть если у вас на город действует и угольная электростанция и мазутная но угля у вас больше чем нефти то будет использоваться уголь если ресурсов внезапно одинаково то используется наиболее продвинутый имеется ввиду тот который позже открылся не ведь открывается позже угля значит будет использоваться она если энергии на город не хватает то в нем будут не работать все здания там не будет какого-то перераспределения что типа вот на эти здания хватило энергии на эти не хватило нифига в этот ход все здания останутся без электроэнергии я правда не знаю зачем вам понимать вот это перераспределение. Вряд ли вы в запаре игры будете за этим следить, но мое дело вам рассказать. Вот давайте на примере конкретной игры покажу. Во-первых, есть линза на энергию. Вы всегда можете ее включить и увидеть радиус. Вот этим желтым обозначено, на какое расстояние работают все ваши электростанции. Это все видно. И где энергии достаточно на начало хода. То есть, если где-то энергии бы не хватало, то было бы красным отмечено. Так видите, у меня везде вся энергия есть на данный момент. Теперь можно в каждый город отдельно зайти. Вот у нас в столице, например, есть вкладка опять же, когда заходите в город, вот вкладка «Энергия». Сначала пишет, сколько вам доступно энергии. Другое, это означает, что это из электростанции, собственно, энергия доходит. Вот эти электростанции тут стоят, угольные. Сначала, сколько требуется энергии. Видите, на фабрику две энергии, на лабораторию три. Доступно шесть. Нет, тут все хватает. И дальше вот расписывает. Отсюда идет пять энергии из самой столицы и еще из... Нет, это из Т Хиви. Вот отсюда идет, из этого города и из Нагмапу. Из этого города идет энергия. Наверное, в этом городе вообще нет промышленной зоны. Вот здесь поинтереснее будет, потому что здесь есть и геотермальная энергия. Вот тут геотермальная электростанция и гидроэнергетика. Вот у нас дамба стоит, здесь энергию дает. И другой, это, собственно, промышленная зона. И тут видно, что сначала геотермальная энергия берется, потом гидроэнергетика и потом только из промышленной зоны. А тут сколько требуется энергии. Видите, всего все, всего хватает. И сначала используется уголь, потому что его больше... У меня, по-моему, здесь даже нету мазутных электростанций. Так что вы всегда сможете, зайдя в город, посмотреть, почему вам не хватает электроэнергии. Как она распределяется, я вам объяснил, и я думаю, что этого вполне достаточно для понимания. Если вдруг какие-то все-таки вопросы еще будут, или я что-то неверно рассказал, то, конечно, поправляйте меня в комментариях. На этом все. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.